Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пиктач, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодня наше 57 занятие, и на этом уроке мы снова с вами возвращаемся к дейпричастиям. Мы уже с вами знаем довольно много форм. Мы знаем дейпричастия на ыб, на арак, мадан, аджак, ыркен, и их ещё довольно много на самом деле. Сегодня же мы с вами познакомимся с формой ынджа. По большому счёту она похожа на дейпричастие ыб, так как обозначает побочное действие, которое завершилось перед действием главным. То есть поначалу кажется, что разницы между ними нет. Основное же её отличие заключается в том, что смена действий у нас происходит практически мгновенно. То есть переход между побочным действием и главным действием практически молниеносен. Такие конструкции мы часто можем переводить с вами не только глаголами совершенного вида, такие как «сделав», «придя», «прочитав», «увидев» и так далее. Но при помощи также таких слов, как «как только стоило», «не успел он там» или «она» или «что-то произойти», или «едва» что-то там. То есть вот такие вспомогательные слова помогают нам верно перевести данное дейпричастие на русский язык. И так выглядит наше дейпричастие следующим образом. Если основа глагола окончилась на гласную букву, то мы добавляем промежуточный звук «е» и строим по гармонии гласных на четыре наше причастие. Получаем «инджа», «инджа», «юнджа» и «юнджа». Если заканчивается основа глагола на согласную букву, тогда просто по гармонии гласных на четыре «инджа», «инджа», «унджа» и «юнджа». Как всегда разбираемся на примерах. Когда пройдет дождь, погода становится холоднее. То есть это два взаимных действия. Погода становится холоднее, из-за чего как только пройдет дождь, когда прошел дождь, погода становится более холодной. Когда в тот момент, когда дождь прошел, взяли глагол «я» – «мак», как всегда все, выбросили окончание «мак» инфинитивное и к основе глагола добавили по гармонии гласных наше депричастие. Получили «я» – «инджа». Здесь все просто. Как мы видим, как раз здесь два быстро сменяющихся действия. Как только она увидела свою дочь, она к себе ее подозвала. «Гюрюнджа» – глагол «гюрмек» и по гармонии гласных на четыре «наше депричастие». Придя домой, я сразу сняла туфли. Допустим, они мне натерли ужасно. Это была моя единственная мечта – дойти до дома и снять скорее эти туфли. Поэтому как только я пришла домой, едва я пришла домой, я сразу обувь сняла. Все логично, все понятно. Стоит ему выпить пару лишних рюмок, как он пьянеет. То есть, едва он выпьет лишнего, как он становится пьяным. И чмек, и чинджа – все понятно, как всегда, по гармонии гласных на четыре. Если речь в нашем предложении идет о будущем, то «наше депричастие» может переводиться на русский язык такими словами, как «если уж», «раз» и «коль скоро». То есть, некое такое идет противопоставление. Если уж суждено чему-то случиться, то как-то оно должно происходить. Например, «дюшун дже ким калдырер» – «если она упадет, кто поднимет?» «Если уж», «раз» или «коль скоро», «если она это сделает, то кто поднимет?» Или, например, «гелин дже тек гель синбари» – «если он придет, то пусть хотя бы один приходит». То есть, раз уж он припрется, да, какой-то нежеланный гость, то пускай хотя бы без друзей своих приходит, приходит один. Вот таким вот образом тоже можно использовать «наше депричастие». Отрицательная часть обозначает момент, когда не совершилось или оказалось невозможным какое-то побочное действие. То есть, оно должно было совершиться, но не произошло. Например, Что мы здесь делали? Мы взяли глагол «булмак» – отрицательную его часть, «булма» и к нему уже прибавили наше депричастие. Получили «булмаинджа» – «не найдя». Мы знаем, что у нас в такой отрицательной форме может, например, использоваться депричастие «мадан», да, чего-то не сделав. Но здесь как раз это, наверное, будет гораздо более органично использовать вот отрицательные некие предложения о побочных действиях, то есть о тех действиях, которые не произошли, именно с формой на «ынджа». И на этом, собственно, всё. Сегодня был очень простой урок. Это простое депричастие, разобраться с ним также легко. Мы теперь знаем парные наши депричастия и можем их легко друг от дружки отличать. В прошлый раз мы разбирали наше причастие «ыркен» и говорили, чем оно отличается, собственно, от причастия «арак», да, когда у нас два побочных действия либо идут параллельно, либо на фоне побочного действия развивается какое-то событие конкретное. Да, это была первая группа, а вторая группа – это группа «ыб» и группа «ынджа». Они ещё раз похожи между собой, но у них есть такое больше оттеночное различие, так как причастие «ынджа» показывает нам на быстроту смены действия и как бы на именно большую связь между одним и другим. Вот как-то так. Я думаю, что здесь всё было легко. Тема простая. Если это было полезно для вас, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. А я, как всегда, жду вас в следующих уроках. Пока-пока!